МРИЭЛ подтверждает статус одного из самых зеленых регионов страны. Площадь лесных угодий растет. Только за прошлый год в республике было высажено более 110 гектаров лесных культур. Легкие республики обновляются благодаря реализации приоритетного национального проекта «Экология». День профессионального праздника работников лесной отрасли стал не только поводом для обмена поздравлениями. О планах развития лесоводства – продолжение темы в нашем сюжете. Леса занимают более половины территории нашей республики. На сегодняшний день в МРИЭЛ в сфере лесного хозяйства трудятся свыше 500 человек, а также более 200 арендаторов по разным видам пользования. Особое внимание сотрудники отраслевого министерства уделяют контролю за соблюдением законодательства, защите и воспроизводству лесного фонда. Этот год мы закрываем с гордостью, а это можно видеть по количеству награжденных. Наши показатели лесохозяйственной деятельности выполнены на 100%. Речь идет не только о заготовке древесины, также речь идет о лесовосстановлении, об искусственных посадках лесов, об обустройстве лесов, о защите их от пожаров, о защите от вредных организмов и так далее. Вот сегодня с участием главы республики мы в том числе отмечаем положительные результаты, достигнутые в рамках приоритетного национального проекта «Сохранение лесов», который в рамках национального проекта «Экология» у нас реализуется на территории республики. Помимо тех работ, которые выполнены арендаторами лесных участков, в рамках национального проекта посажено более 110 гектаров лесных культур по территории республики. Они посажены, за ними проведены уходы. Мы надеемся, что в следующем году мы эти темпы сохраним. Все, кто так или иначе связан с лесом, ведут последовательную работу по профилактике лесных пожаров, проводят мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредителей, улучшению породного состава, повышению продуктивности, устойчивости и сохранению биологического разнообразия лесов, посадки деревьев. Этим активно занимаются не только специалисты, но и простые жители Мариэл, что и отметил глава республики. Введение лесного хозяйства – крайне трудная и ответственная работа, с которой достойно справляются работники лесной отрасли Мариэл. Уважаемые друзья, вы заняты благородным делом сохранения, рационального использования и приумножения лесов. Отрадно, что не остаются в стороне от этого серьезного дела и жители республики, жители нашего региона. Активисты участвуют в массовых акциях по посадке деревьев и очистке лесного массива от мусоров и от сухостоя. За 9 месяцев 2019 года, текущего года, в этих работах приняло участие около 12 тысяч человек. Лучшие сотрудники отрасли получили из рук руководителя региона заслуженные награды. Все они отдали любимой профессии не один десяток лет и теперь озабочены только одним – отсутствием достойной смены. Штат лесничества небольшой, у нас всего 16 человек. А площади лесов Мари-Турекского района 50 тысяч гектаров. Так что на каждого инспектора приходится значительная площадь. Лесников сейчас у нас всего два лесника. Так что охрана лесов – это сложная задача. Я с детства люблю лес. Мы часто гуляем, отдыхаем в лесу. И с семьей, и по работе. Леса растут. В свое время мы занимались посадками. Сейчас уже это большие насаждения. И очень такие красивые. Нацпроект очень помог работникам лесной отрасли с технической точки зрения. Впервые за долгое время парк лесопожарной техники Республики пополнился новыми автомобилями, спецтехникой и инвентарем. Имея современное техническое оснащение, наши специалисты однозначно выполнят все поставленные перед ними задачи. И леса Республики порадуют еще не одно поколение жителей Мариэл. Редактор субтитров А.Семкин